Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о новом Xbox. На конференции E3 2018 Фил Спенсер сообщил, что уже давно ведется разработка новых консолей. В принципе это уже ни для кого не секрет, но каким будет следующее поколение пока никто не знает. И вот на днях на просторах сети начала появляться первая информация по поводу следующего Xbox. Сразу предупреждаю, что все что будет озвучено это не официальная информация, а всего лишь слухи. Поэтому как факт воспринимать не стоит. Итак, по информации сети известно, что у Microsoft разрабатывают целых две новых игровых консоли. Одна из них под кодовым названием Scarlet. Она будет мощнее X-версии, то есть скорее всего нас ждет со старта 4К и 60 FPS. И стоить она будет стандартно в пределах 400-500 долларов на старте. Вторая разрабатываемая консоль будет совершенно новым устройством для консольного гейминга. И будет представлять собой игровую приставку с минимальной мощностью. Фишка будет в том, что вся более тяжелая графика будет идти через облачный сервис Azure. Несложно предположить, что для этой консоли будет рекомендовано постоянное подключение к сети. По словам инженеров, они добились очень хороших результатов скорости ввода и качества изображения. Что естественно обеспечит стабильную работу консоли через сеть. Грубо говоря, это будет некий коробок для стриминга. Кстати, этот стриминговый сервис разрабатывается очень давно и имеет кодовое название Scarlet Cloud. Также известно, что сама консоль будет входить в число бюджетных устройств и будет естественно стоить ниже остальных новых игровых консолей. Обе платформы будут иметь общую библиотеку игр, точно так же как с играми Xbox One, Xbox One S и Xbox One X. Эксклюзивы будут выходить сразу на обе консоли. Также по слухам нас ожидает полная совместимость со всеми поколениями Xbox. Ибо я не думаю, что Microsoft в 2020 году прикроет то, что до сих пор развивает. И да, релиз обеих консолей должен состояться в 2020 году. Не знаю, насколько правдива эта информация, но доля правды, думаю, все-таки есть. Ибо вся игровая индустрия давно задумывается насчет стриминговых сервисов. Идея неплохая, но неизвестно как будет реализация, ибо во многом будет играть роль скорость интернета и расположение сервера. В любом случае, все это звучит очень интересно и стоит того, чтобы ждать новых подробностей. У меня на сегодня все, если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение по поводу новых игровых консолей. Спасибо за просмотр, до новых встреч!